все пошла запись пошла запись хорошо вас спасибо садат приветствую тебя я хочу тебе показывать эту перчатку боксерскую на так что я тебя приветствую все участники нашей школы чек больше хомо футур себя приветствую ты тоже наш участник школы человек будущего поэтому мы с тобой говорить а я тебе скажу в двух словах это мне поветкин подарил боксер поветкин у меня в центр приезжал в гости женой со своим ребенком младший поветкин их же два боксера младшего я не знаю но мочи на год на два моложе тоже такой же мощный боксер такой же мощный боксер это было лет 10 назад и мы еще с ним договаривались давай для всей молодежи устроим программу такую антистрессовой подготовки чтобы все молодые ребята уголь давай устроим мы договаривались несколько встреч сделать точно так же мы договаривались у нас с чемпионом мира сорок один на сорок один рекорд мировых 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 рекордов она такая прекрасная но она погибла она погибла под водой она не так там что-то запуталась это рекордсмен когда плавчиха на открытой воде который да да которая плавала под водой она задерживала дыхание она держала по моему несколько десятков минут она держала они ключ применяли и она ее сына алексей он тоже чемпион мира он продолжает он продолжает продолжает да и мы с ней у меня запись если тебе пришло когда мы сидим у меня в центре на таганке и обсуждаем что для молодежи сделать вот это чтобы вот она им всем рассказывала такие вот занятия провести вот видишь никак не получается я поэтому на тебя надеюсь ты же у нас чемпионка боксерка и поэтому может мы с тобой тогда говоримся проведем несколько занятий как ты себя настраиваешь на победу как ты себя настраиваешь против вот этих вот ситуаций стрессовых как ты их преодолеваешь вот после олимпиады я думаю будет немножко время ты когда туда и выезжаешь мы 18 вылетаем через владивосток японию а ты сейчас где находишься сейчас в бурятии улана да там у вас предолимпийская подготовка или что да да они же на одном часовом поясе находятся и мы как бы здесь решили заключительный сбор проводить так как они на том часовом поясе чтобы моему же легче было там адаптироваться понятно слушая но это так удивительно что ты девушка и такая чемпионка по боксу это удивительно ну не такая конечно как хотелось бы мне не ну ты скромный человек я знаю скромный человек ну ты посмотри а мне тем более приятно что мы с тобой из одного района даже я сама удивилась случайно увидела это надо как-то узнать получше и земляки такой интересный человек к тому же я тоже на психолога училась моего первого образования как замечательно как замечательно а как режим дня у вас вот вы допустим во сколько там ложитесь и во сколько встаете у нас вообще здесь такое удивительно время так быстро пролетает день просто незаметно вроде только встала уже вечер у нас сейчас я скажу вам у нас уже пять минут шестого и вот встаем мы по восьмого утра восемь у нас зарядка ну пока проснешься пока соберешься восемь часов на зарядка начинается в десять мы сдаем телефоны и в одиннадцать уже готовимся ко сну понятно понятно и я кстати заметила все таки есть плюсы в этом то что телефоны сдаем ничего не отвлекает и сидишь один один со своими мыслями почитать можешь подумать обдумать и все как раньше да как раньше да 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 интересно интересно а скажи пожалуйста вот у тебя вот перед этой поездкой ответственной в японию туда какой общий настрой такой вот я почему спрашиваю потому что я только недавно пришел к пониманию что для решения каких-то задач надо иметь внутри себя такое состояние допустим задача допустим не выступить сегодня надо или вебинар контент новый сделать какие-то новые умные идеи придумать которые поможут людям каких-то вопросах я думаю над ней я вот недавно разговаривал с человеком изобретателем друг которого самый знаменитый изобретатель в мире и у него тысячи изобретений во всех направлениях и он сказал самое главное чтобы решить какой-то вопрос изобретательский надо найти в себе состояние абсолютное безусловное несомненное естественной уверенности что это задача ты решишь вот это абсолютно уверенность он год я в себе научился находить это состояние поэтому для меня нет задач которые я не решаю а как ты находишь у себя это состояние у тебя такое же мнение нет он он считает что надо быть абсолютно уверенным как я поняла что он решит да да вот найти в себе это состояние творца ну просто я думаю у него немножко может чуть специфика другая поэтому изобретатель он технические изобретения делает да то есть у него нет ограничений временных я так думаю он может то есть этот вот это решение может затянуться на несколько лет правильно может быть я вот этих тонкостей не да а в моем случае все-таки есть какие-то ограничения допустим тот же выиграть чемпионат мира или получить лицензию на олимпиаду которая одна один раз в четыре года проводится допустим то есть у меня всего один шанс бывает и в его случае там немножко все по-другому думаю что но насчет того состояния то что его надо найти в себе это я согласна конечно да как раз как ты это делаешь как раз как мы называем это наше оптимальное боевое состояние оптимальное боевое состояние а у меня я назвал это состояние творца потому что творец а какие у него еще качества вот например полнота силы энергии это состояние игривости как у ребенка который играет он ни в чем не сомневается он там машинки по столу водит он там представляет себе что он водитель воображает играет состояние полноты и энергии это игривость как котята маленькие играются как львы играются когда они полны энергии у нас в детстве такое состояние игривая я тоже заметил что у меня когда я в чем-то очень уверенная такое такое у меня больше энергии какое-то состояние игривости вот это значит абсолютная уверенность сочетается с чувством игривости то есть какой-то такой беззаботности независимости от того вот получится у тебя не получится ты как-то независима у тебя как вот у меня кстати было такое состояние на второй бой который тоже был решающий в получении лицензии я отпустила все свои отрицательные эмоции да у меня там была такая ситуация перед этим боем я понервничала и на следующий бой я как раз вышла вот в такое состояние когда я подумала ну я отпустила всю ситуацию да и думаю пусть как пусть будет так как будет да и вошла в такое легкое игривое состояние ни в чем себя как это правильно выразиться ни в чем как они не сильно не навешивая на себя какой-то груз ответственности и в этот момент все стало получаться так как надо вот у меня тоже так получается когда начинаю встречаться с народом таким новым которые для меня меня не знают и так далее я же напрягаюсь я себе накручиваю как ибо как любой человек где в неизвестности накручиваешь и вот в этот момент я ловлю себя на мысли что по моему опыту надо себя настроить на что что мне от вас ничего не надо я совершенно от вас независим это я вам делаю пользу я вам даю то что я могу дать потому что я честно буду это делать искренне поэтому я не завишу и при этом я вас всех очень люблю я человечный человек мой дедушка был тоже добрый я тоже добрый я честно буду с вами работать поэтому я буду вам улыбаться и вы мне улыбайтесь мы будем искренне и все получится я так когда настраиваюсь я вдруг успокаиваюсь у меня появляется уверенность я выхожу с этим и люди мне начинают отвечать я же говорю тут одной силы мысли очень мало даже вот эти слова которые ты себе повторяешь тут больше как-то работа таких стрессовых ситуациях мгновенная да когда должен мысленно не замысленно или это уже как бы на тренированность когда ты должен где-то мышцы расслабить где-то ты должен включить их стопроцентно и при этом сохранять вот это вот это состояние про которое вы говорили игривости да спокойствие и легкости но ты не можешь полностью расслабиться там ты понимаешь что это идет бой там есть секунды где ты должен включить все свои силы секунды где ты должен расслабить мышцы тут уже намного сложнее игра идет да тут это какое-то сочетание максимальной внутренней свободности раскрепощенности расслабленности и при этом мобилизованности да да то есть готовность в любой момент из этого расслабленного состояния выйти на какое-то действие конечно да да вот мне очень нравится и при этом не потерять вот это свой план свою холодную голову вот я видел мне очень нравится как кассиус клей на ринге так легко он передвигается так он легко передвигается как будто он там танцует вот у него видимо от природы видимо видимо есть от природы да такие люди которые которым не надо это тренировать они как бы с этим родились вот хорошо когда человек находит себе вот это состояние и совпадает со своей деятельностью потому что например у нас много людей могли бы стать чемпионами могли бы стать художниками или музыкантами или там архитекторами там бы они находили это состояние и стали бы там такими да но они может быть просто себя не пробовали в этом и они не знали что там они себя нашли бы поэтому у нас есть методика когда мы выходим на состояние разгрузки выходим на состояние раскрепощения думаю о чем думается потом начинаем представлять себе профиль деятельности например я балерина минуту я думаю о том что я балерина и смотрю отзывается или не отзывается потом я боксер отзывается у вас такая категория есть тоже нет это я на ходу для тебя из уважения а так боксера не было но разные профили деятельности но вы знаете что я понимаю да ну к чему прихожу что вот мы с вами как-то когда общались что не я для бокса а бокс для меня то есть он не помогает раскрыть во мне другие качества по-другому на все смотрит и как вы знаете я поздно пришла в профессиональный спор до 19 лет ну хорошо хорошо спорт для меня ну спорт для меня да интересная позиция то есть то есть это для тебя инструмент самопознания инструмент самопознание не только само себя познать но и многие вещи вокруг у меня которые происходят и то что физически становишься лучше духовно становишься лучше ну то есть ты выше него стоишь выше этого инструмента своего то есть это спорт для тебя инструмента да а ты не являешься его поклонником в том плане как говорится ты не раб этого спорта то есть ты его используешь для того чтобы себя как личность развивать правильно и это тоже но я не могу сказать что допустим да вот я боксом занимаюсь что я не болею этим я не могу это сказать я я очень даже болею боксом я каждый каждую тренировку каждая тренировка идет осознанно у меня с определенной целью потому что в данный момент бокс это основная моя деятельность я полностью все свои мысли и силы направила для достижения той цели который поставил в этом виде спорта я считаю что надо быть преданным своей работе поэтому данный момент я полностью погружена в это ну мне нравится и я понимаю очень хорошо тебя в том что ты одновременно и психологией занимаешься изучаешь это это у нас идет в унисон мы вместе мы вместе с этим развиваемся потому что без психологии я бы не я бы не преуспела потому что в 19 лет прийти в профессиональный спорт когда ты никогда не занималась спортом я выросла в школе в которой даже не было зала физкультуры спортзала не было то есть другое дело себе там с детства была да там спортивная сели со мной занимались но я в 19 лет пришла абсолютно новым человеком для спорта да у меня был характер спортивный такой боевой характер стержень был у меня но именно заниматься спортом я начала в 19 лет и психология помогала мне быстрее сделать быстрый скачок для того чтобы преуспеть или результата какого-то добиться вот я хотел уточнить вот я всегда понимал так что вот большие чемпионы это как раз таки люди они как личности большие то есть они не не как специалисты узкие которые кроме того как вот на лыжах кататься или стрелять хорошо или боксировать но это не все я знаю многих спортсменов которые очень ограничены так вот среди них есть большие спортсмены у ограниченных среди ограниченных вот мне кажется такого быть не может может такое быть если он большая это не обязательно что он психологией занимается может быть у него есть еще другое какое-то параллельная деятельность какая-то может быть он где-то там артистом работает еще дополнительно или хобби какой-то я знаю я знаю спортсменов хороших да там которые рисуют параллельно хорошо красиво рисуют музыкой заниматься есть такие да это все будет после конечно олимпиады когда уже конечно когда олимпиада извини я не очень стыжу она закончится 10 августа ну хорошо хорошо это не так далеко а интересно было бы собраться и спортсмены я в свое время тоже много занимался и классической борьбой и кунг-фу там и джиу-джитсу и карате и фехтованием я занимался и я очень много лет занимался мы же с гусейном агомаевым который сделал школу пять сторон света у которого все медалисты золотые которые ушу санда там ведет а вы с ним не записывали кстати а не проходил по ну как же мы с ним выросли вместе мы в одном зале занимались подвале художественного училища на улице энгельсово на первом ахачкале когда мы были еще подростками я в институте на втором на третьем курсе по моему учился и мы там занимались у ахмеда ахмеда ахмедовича рамазанова с бородой такой старик у него была такая вот я уже наверное не знаю потому что это было очень давно очень давно и мы с гусейном были там в этом спортзале в подвале там подвальном помещении в этом ход училища он же ход училища учился художник сам карикатурист тоже хороший и у него значит такая была любовь к этому джиу-джитсу что однажды ахмед опоздал что-то по каким-то делам опоздал прийти и гусейн до утра просидел на этих матах ждал блядь на его ну такая у него любовь была слушая к этому а потом подождите секунду я отвечу мне звонят из москвы а ты слышишь нас как мы говорим да все нормально а я всем хочу сказать что владислав орлов нам просто помогает сейчас чтобы связь не оборвалась вот ты слышишь да ну чтоб тебя тоже все поприветствовали наши участники потому что они все тебя уважают они же там знают какие-то интересные вещи делаешь а скоро я им секрет раскрою они уже знают что ты булгаков псевдоним такой а теперь я им раскрою секрет когда ты книжку на конец выдашь это я тебе стимулирую чтоб ты быстрее закончил ты слышишь ладно не надо 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 и давай еще один прием напиши в новую книгу там цивили уже по моему написал потом написал там еще там несколько человек наших участников написали для книжки новых новой книжки свои приемы я их сейчас собираю потому что через полмесяца я отдам уже в издательство они уже меня все время дергают потому что я затянул с этим делом поэтому еще еще дней десять есть и кто-то если меня сейчас слышат в школе то пожалуйста пишите быстрее свои мысли обмениваемся опытом пишите для книги присылайте по страничке текста имя фамилия отчества ваша идея пожалуйста я посмотрю и в книгу вставлю и будет а кстати говоря у нас предыдущая книга там где этот ключ от комнаты страха твоего мозга получила статус бестеллера это если кто не знает это очень почетно сегодня статус бестеллера это же собой издательство там конкурсные системы там очень сложно бестеллер это хорошо так что будем делать еще следующий бестеллер потом она будет переводиться на зарубежные языки издаваться где-то там и все будут знать вас ваше предложение нашу школу уже знают очень много людей очень много людей в мире в мире потому что у нас же участники из разных стран и все мы занимаемся очень хорошим делом вот мы встречаемся с разными интересными людьми обмениваем себя опытом мы находим в разных областях деятельности некие единые закономерности я видимо нее тридев 13 закономерности базовые как преодолевается страх как настройка происходит как ситуация неопределенности чек выживает как выживает ситуация неопределенности сохраняя свою честь человеческую не просто так выживать потому что некоторые выживают но убежал и все а тут надо сохраниться с честью вот это же важно это большое дело это не просто выжить выжить с достоинством не потерять лица это серьезные люди так что наша садат с которой мы сегодня беседим она очень серьезный человек да но по результатам мы говорит судим у него такие результаты извините такая чемпионка молодец какая сейчас она придет там кто-то отвлек по телефону режим у них серьезный такой вот мы не могли с ней некоторое время встретиться наконец встретились потому что там у них вот эти тренировки почему я и спросил какой режим меня там у вас а что ты написал мне влад там еще раз напиши платный что ты там написал в скайпе я сейчас посмотрю а что ее в зуме пока нету да ну сейчас наверно придет потому что там наверно кто-то там серьезный момент ну бывает ничего ничего мы будем продолжать вот и выходи тогда сюда на ринг как говорится на ковер выходи мы с тобой сейчас будем разговаривать а чё не ладно ты чё а не можешь да ну хорошо хорошо а админ я админ говорит админ конечно пускай так будет ну хорошо хорошо ну же жизнь как вот вы кстати говоря хочу сказать что я всегда знал что надо быть естественнее надо быть проще не надо сидеть надувать щеки там обязательно такой футляр вот как у нас привыкли да все а я всегда знал что скоро когда люди наиграют с эти кнопками вот этими всякими искусственностями вот эти клипы которые делают там постоянные зигзаги какие-то в конце концов все пройдет к тому что все станет на свои места люди начнут скучать по человечности разговаривать естественно просто как обычные люди да так это же самый высокий уровень когда ты несмотря наш чем бы ты не занимался будь то министр штангист таксист или велосипедист или чемпион мира или кем бы ты ни был чтобы ты был просто такой нормальный естественный человеческий такой но это очень большое да потому что я недавно разговариваю с одним человеком но он так вообще так вот я просто сразу почувствовал у нас не получится контакта почему потому что он так старался быть важным так старался быть важным потом я понял почему потому что так просто так люди не бывают я понял что у него проблемы да с нервной системой да и он мне ко мне обратился с просьбой он говорит у меня тревожность агрессивность еще бывает я просто не знаю куда себя деть мне прямо хочется кому-то врезать приступ агрессии это не здоровье нормальный человек он нормальный обаятельный светлый мы же развиваем эту науку человечности все качества созидания способность сопереживать чувство бесценности живого способность сотрудничество любовь вот это вот все качества они не по отдельности существуют и поскольку мы их положили в один ряд это для систематизации на самом деле это единое качество а это разные грани давать что ты мне еще хотел сказать ну посмотрим вот мне по делу вы написали письмо да 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 так 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 вот палилов как раз эти письмо мне там прислала мне как раз наташа кузьмина из белоруссии написала шана книгу закончила с нелли зариповой сейчас летагентом старше переписывается там ну и попросила меня чтобы я как раз палилова попросил нашего профессора александра палилова который в марше работает который технарь и одновременно еще стихи пишет чтобы он он передал ей стихотворение бревно зачем тебе наташа это бревно она говорит ну ты же все время рассказывал мне когда мы начинали писать ее все время рассказывал про это бревно что это палилов придумал потом я услышал как он его прочитал по твоей просьбе да она мне очень понравился я этот эпизод ставила в свою книгу и как раз таки попроси пожалуйста сашу палилова профессора чтобы он прислал это бревно ну вот я как раз сейчас попросил ой интересное стихотворение потом если хотите я вам его туда прикреплю коментом в следующий раз так бревно оно есть бревно смотри как катится оно ну там очень интересно да ну Влад мне пишет 10 минут ее нету поэтому наверное там что-то случилось да поэтому мы с ней продолжим в следующий раз я так думаю чтобы ваше время сильно не отвлекать друзья мои коллеги так и поэтому мы сейчас мы с вами завершим завершим да я вас всех всех по-человечески люблю и обнимаю я вам всем передаю мои пожелания здоровья счастья вот мне палилова как раз жена Саши палилова прислала день святых славных и всех вальних церковь 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 Разные встречи, совершенно всё бывает по-разному. И поэтому, и поэтому, прочитаю я вам в следующий раз тоже какое-нибудь из своих стихотворений. До встречи, друзья. И вы пишите. Вот мне там пишут стихотворение в личку. А вместо того, чтобы в личку писать, свои стихи. Вот, Светлана, вот, пожалуйста, напиши там, прямо в школе, свои последние стихи. И, пожалуйста, напиши там, прямо в школе. А то в личке никто же не видит, ты мне прислал, а я в восторге. Такие стихотворения, ну, просто потрясающие, поздравляю. Раньше, говорит, не писал, не писать, и рисует теперь, и пишет стихи, и вообще очень хорошо. Да, у нас много таких участников. Не стесняйтесь, чего вы стесняетесь? Мы же хорошим делом занимаемся. Когда занимаешься хорошим делом, стесняться незачем. Жизнь одна, друзья. У нас нет запасной батарейки жизни. Понимаешься хорошим делом? А, как я и сказал, однажды хороший поступок, даже если очень маленький, и полезен для всего мира. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok